Проверку состояния специалисты Управления пассажирского транспорта и автодорог решили начать с крупнейших пунктов отправления Южного Казахстана. С автовокзала Самал ежедневно уходят сотни автобусов и маршруток во все районные области. Поэтому областные власти уделяют ему особое внимание. В этом году здесь был открыт новый второй по счету зал ожидания, оборудованный всем необходимым для комфорта пассажиров, в том числе и для их безопасности. У нас по территории автовокзала распространены 28 видеокамер, они централизованно контролируются в одном месте. Вся территория круглосуточно охраняется тремя сотрудниками охраны агентства «Кассета секрети» круглосуточно. Все они обеспечены металлоискателями, при необходимости они будут искать, при подозрительных багажах осуществляется контроль сотрудников охраны агентства. Кроме этого, ночью дежурит мобильная группа. Другой крупнейший городской пункт отправления пассажиров – автовокзал «Бегжан». В сутки отсюда уходит до 350 автобусов и маршруток, в том числе и за пределы республики. Его оснащенность также высоко оценили специалисты пассажироперевозки. Здесь предусмотрено все для комфорта и безопасности пассажиров, не забыли даже о людях с ограниченными возможностями. «Мы уделили особое внимание обслуживанию инвалидов. Для них у нас есть оборудованная инфраструктура. Есть кассы, где обслуживаются люди этой категории вне очереди и специальные места в туалетах. Автобусы и маршрутки, отъезжающие из нашего вокзала, украшены специальными логотипами с названием компании и пунктом отправления. Это также делается для удобства пассажиров». Впрочем, пока похвастаться современными условиями могут единичные автовокзалы Южного Казахстана. Много работы для специалистов остается в районах области. Руководство некоторых пунктов отправления пассажиров модернизации даже не присупало. «Самыми необорудованными у нас остаются вокзалы в городе Арысель, где руководство даже не представило нам эскизы обновленного здания и в Махтарале. Там есть посадочный пункт Дильдобекова. Он также не соответствует никаким стандартам. Для устранения недостатков мы выпишем им предписание с требованием привезти вокзалы в соответствии с национальным стандартом». Срок окончательной модернизации всем автовокзалам области установлен единый январь 2019 года. К этому времени они должны быть оборудованы согласно национальному стандарту пассажироперевозок. Даня Архудайбергенов, Марат Давлетов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Отрар».